В общем, ребята, помните, у меня до этого были ролики про то, как я делал самодельный этот самокат на раме, как на iBalance, на Speed Savage и так далее. В общем, дело в том, что до этого у меня были KUGA, KUGA M4, M5, мне этого стало мало. Так получилось, что мой друг в деревню купил оригинальный Speed Savage, так сказать, или Speed Savage, не знаю, как правильно назвать. И я захотел, в общем, собрать что-то такое, но сам себе там сделал такое же сидение, как тут, контроллер по бокам пустил и так далее. Потому что этот Speed Savage, какой в деревне у нас стоит, он просто обалденный. Я катался на многих самокатах, на ультронах, на том-насем и из всех вот этих самокатах, которые вот покупные, вот этот мне больше всего понравился. В общем, сегодня, в принципе, не от спецоважих речь, но если вы хотите готовый самокат, ребята, как по мне, лучшего варианта вообще нету. То есть, к Павлу Бибулю вам и покупайте, его вообще не заморачивайте, потому что у вас все iKamura, iBalance, вот эти iBalance, как правильно там сказать, это все ерунда. В общем, по поводу моего вот этого самоката, что я могу сказать? Я был очень доволен тем, что у меня получилось, но мне этого было мало. Я решил собрать что-то покруче. Смотрите, в чем прикол. У меня тут уже дека стала больше. Была у меня дека в длину 50 что-то там и в ширину 3-4, по-моему, или 32. С учетом вот этой грани, то есть, так-то она маленькая-то была. Тут дека 40 на 80 чистых. То есть, 80 в длину, ну, если быть точнее, 78, ладно, ничего не чистых. 78 в длину, ну, 40 вот реально в ширину. Спереди у меня два аморта, они в чехлах, фары вот Арктики добавил и так далее. Самое интересное, это все терм на 13-х колесах. Даже не знаю, как его поднять. Ты вообще, есть ли смысл в этом? Хочу его просто боком показать. Опа, очень тяжелый. На данный момент это самый большой такой самокат вот такого типа в мире. Есть какие-то большие шведские, но они вообще ни на что не похожи. Корабль на колесах здоровых едет медленно и полная ерунда все. Габариты вот такие взади, тут три аморта взади. То есть, по бокам два Е11 регулировка отскока на 3000 лбс. Мне было до этого на одном аморте одному, в принципе, достаточно. Ну, когда вдвоем мы ехали, а самокат я и до этого собирался вдвоем кататься, ну, мне это, скажем, было мало. Мало мне этого было. В общем, смотрите. То есть, подвеска работает, чтобы вы мне не говорили, кто-нибудь скажет, что не работает, этого много. Нет, вот она работает, смотрите. Ну, вот. То есть, она не пробивается. Когда вдвоем сидите, то же самое. Просто все обалденно. Вот эта ж полоска, она светит со всех сторон. И сзади, и спереди, и так далее. Он стал проходимей. Так не странно, вот смотрите, прикол в чем. Вот тут резина сейчас стоит, вот эта. Ну, она ни черта не внедорожная. То есть, вот давайте я вам покажу. Вот так будет, наверное, лучше теперь. В кадре он будет выглядеть хотя бы. То есть, вот эта резина, которая тут, она не внедорожная. Она самая, что ни на есть, обычная. Но ее вполне хватает, ребята. Вполне просто. Вот эта резина хватает за глаза, чтобы ездить по говну. Да, местами, конечно, виляет. Вот особенно, когда вот трава вот в большом количестве, с грязью перемешкает. Да, вот какой-то невобленок, а не поймешь, что нужно словить. Так он скользит начинает. Ну, все равно он едет, полный привод вытаскивает. По поводу тормозов, ребята, я поставил сюда и вперед, и назад Магура. Смотрите вот на эту хрень. Я не знаю, как это назвать. Это просто лютое мракобесие. Вот это и это. Тут у меня и там, и там стоят Магуры. Сейчас я попробую. Так, планшет пока вот сюда положу. Надо вам показать. Бока моего еще сильнее. Кстати, у меня рост 2 метра. Чтобы вы понимали, какого он размер, по сравнению со мной. О, все, вроде получилось. Вот, то есть и спереди, ребята, и сзади у меня стоят тормоза Магура. Выглядит, конечно, что вообще нереально. С тремя амортыми, с 13-м колесами, с большой рамой. Чтобы можно было есть вдвоем. Ручка вот такая классная. До этого помните, у меня было сидение сделано из стали. Короба боковые из стали. Тут сейчас ничего вообще из стали нет. Тут только сплавы. Типа Д-16Т, МГ-5 и так далее. Стали тут сейчас вообще нет. Вы сейчас, наверное, подумали, что он стал больше, тяжелее. А ни черта. Знаете, у меня прошлое сидение. Блин, если не соврать, ну, больше десятки, наверное, весело. Ну, плюс вот эти короба по 2 килограмма. Это 14 килограмм стали к той раме, которая уже была. А это немало. А эта рама, она больше, крепче и легче. Реально легче. Сама дека сделана из сплава 4 миллиметра. А торцы по бокам, передний и задний торец, полтора сантиметра. Можете себе представить, полтора сантиметра. Тут я вырезал лейбл своего канала. Ниром с габаритикой вот так и от мотика вообще поставил. Вот эта подсветка, которая тут горит, она на контроллере. То есть, тут можно все это дело менять, подстраивать под себя. Ну, мне вот такой вариант больше всего нравится. Смотрится офигенно. Акрил тут матовый. Высота акрила 8. Если кому интересно, вот эту всю красоту мне сделал мастер из Санкт-Петербурга. Его зовут Алексей. Я все контакты оставлю в описании. У него сайт есть Dualtron Rus. В основном деталь для Dualtron'ов делает. Ну, если кому нужен какой кастом, то есть, если у вас есть деньги, можете обращаться к нему. Он вам что-нибудь такое сделает. По поводу рамы. Ее мне делал Игорь Гончаренко. Все контакты на него тоже я оставлю. У него, собственно, мастерская. Он занимается изготовлением рам, определенных деталей к самокатам и так далее. В общем, если вам нужен какой-то конкретный, приконкретный кастом, то есть, если вы хотите сделать какой-то вот такой крутой скутер, там, электрический, то обращайтесь. Вот такая рама. Ну, без передней и задней вилки. А сама рама, если вы будете ее изготавливать, вам наработется в 45-50 тысяч рублей. Ну, не меньше 45, я думаю, около 50. Мне сделали дешевле. Ну, я договорился. В общем, типа, бартер, реклама, а мне скидка. Ну, вы поняли, в общем, как без этого. По поводу рычагов тоже изготавливал в Питере, но уже другой человек. Это Дмитрий мне изготавливал из Санкт-Петербурга. Тоже я на него контакты все оставлю. Он изготавливает детали разные для самокатов. Рычаги, хомуты, там, мелкие всякие детальки. То есть, там у него уйма всяких вариантов. Для ультронов там рычаги. Для Кабу, опять же, для этих рычаги есть у него. По-моему, для Джи Бустера у него рычаги. Еще для каких-то там самокатов. Я просто в этом не особо разбираюсь. Там для Икамуры ЕРС, по-моему, у него там еще рычаги есть. Ну, могу путать, потому что я не во всех самокатах прямо разбираюсь. Ну, что на глаз могу прямо определить, где какой рычаг стоит и что за модель. Поэтому, ладно, не буду сейчас говорить точно. По-моему, от Икамуры ЕРС у него там еще в наличии рычаги есть. То есть, эти рычаги вам помогут перевести ваш самокат с 11 на 13 колеса. Как понимаете, родные рычаги вам такой опции не дают. Как бы вы не хотели, что бы вы не делали, вы никак не вкричите 13 колеса. Есть, конечно, вариант взять сразу самокат с 13 колесами. Опять, как говорю, вот Павел Бибули со своими спецоважами. Там у него есть с 13 на 13 колесах в двух исполнениях. Очень, скажем так, довольно-таки приличный самокат. И причем за те деньги, за которые он его предлагает, он будет намного лучше и Камор. Потому что у него будут Амор хоть так выглядеть, но они будут сделаны лучше. То есть, они не будут гулять. Там, в общем, конструкция немножко другая. Он мучает китайцев и там детали получше. У них выпрашивают также и подвеску. У него на подшипниках сейчас на всех самокатах идет. То есть, везде, во всех вот этих детальках у него стоят подшипники. Это немаловажно, потому что вот на самокатах такого типа очень часто их не ставят. Ну и в целом, батарея там больше, элементы качественнее и так далее. В общем, цена-качество – самый оптимальный вариант. Опять же, повторяю, если нужен готовый самокат и нет денег там в большом количестве, чтобы делать такое, то покупайте спецаваж и вообще не парьтесь. Что я тут планирую еще сделать? В общем, сейчас меня эти моторы, в принципе, по мощности устраивают. Я сейчас ехал, я чуть это самое, дух не оставил там на дороге. Очень быстро едет вот на этих колесах. Плюс я контроллеры поменял. Контроллеры тут вообще у меня шиндец настраиваемым. То есть, они регулируются. Сейчас настроены у меня контроллеры на 60 ампер передний и задний. Но можно там вплоть, по-моему, до 150 ампер фазного тока повысить на каждый, если я не ошибаюсь. Но 120 точно, потому что я в настройках эти функции ковырял. 120 точно, по-моему, даже выше. Но с моей батареей пока нельзя. То есть, да, я сейчас на 48 вольтах езжу. И этого хватает вот с этими большими колесами, чтобы его быстро разогнать. Да, медленно, то есть, он такой без рывков с этими колесами разгоняется. Потому что им тяжело, конечно, с такую резину тащить. Но скорость вообще, то есть, с этими контроллерами. У меня в прошлом контроллер была такая фича, что 50 км в час он набирал. И там отбой происходил на тех контроллерах. И она функция какая-то, евро была своего рода. Я ее потом с горем пополам снял, но динамика очень потерялась. И была намного хуже, чем сейчас тот. Тут такой проблемы нет. То есть, боже упаси, эта хрень как на 48 вольтах умудряется до 70 км в час разгоняться. И я реально не знаю, как это все происходит. Потому что, по логике вещей, он с этими моторами, ну, не должен на 48 вольтах так разгоняться. То есть, я полагаю, что ампераж так вывозят. Причем, я сверял по GPS, все как бы там нормально. Разница 3 км. Ну, в плане, вот это, в большую сторону врет самокат. Я тут, ребятки, планирую в дальнейшем поставить аккумулятор 150 ампер часов. Вообще, в принципе, если бы у меня был руль, как на S13 у Павла, в бибуле, и контроллеры можно было в руль уместить. Хотя, вот эти контроллеры большие, я сомневаюсь, что их в руль можно уместить. Потому что они больше, чем у спецоважа. Убить ими можно, они вот тут столько места занимают, ну, много. То есть, у них и длина, и ширина больше, и высота больше, чем у родных от спецоважа. Ну, не знаю. Хотя, в принципе, если ставить их вот так, по высоте, то, наверное, бы они в рулевую стойку вставили. То есть, можно было как-то исхитриться. То есть, тогда бы влезли все 200, наверное, ампер часов, если не больше. Ну, пока я планирую только 150 набрать. Как я планирую? По три квадрата, по три призматика брать и делать 3 S16. 3 на 50, это 150. И так 16 раз вот этих призматиков, они как раз сюда влезут. И причем еще по краям полсантиметра останется. То есть, свободно это все будет. Получится вот так набрать 150 ампер часов. Высота, благо, у меня позволяет. У меня дека очень высокая. То есть, у всех самокатов родная дека там по высоте, ну, дай бог, я не знаю, 11-10 сантиметров. А тут 12. То есть, грубо говоря, призматики там 9 с небольшим сантиметров, но около 10 в высоту. У меня еще там 2 сантиметра по высоте остается для укладки проводов, предохранителей и всей ерунды. Кстати, по поводу предохранителей. Вся электроника внутри у меня на предохранителе. То есть, на свет, зарядка. У меня стоят мотоциклетные защищенные предохранители. И в случае, если ток будет превышать норму, они перегорят и цепь разомкнется. Это очень важно, ребята. Если вы хотите обезопасить свой дом от пожаров, там, от еще чего-то там непредвиденного. Ну и в целом, уберечь свой самокат от этого. То лучше ставьте вот эти предохранители. Потому что, в первую очередь, он сдохнет и не даст там системе очень сильно замкнуться. По поводу моторов, брать я их буду у Александра. Он тоже, по-моему, из Санкт-Петербурга. Видите, какой прикол. Все, кто самокатами занимаются, все в Санкт-Петербурге. Я даже не знаю, как так получилось. Как будто все сговорились. У него моторы, ребята, по России имеют самую лучшую цену. Цена качества. Также призматики тоже у него буду брать. Потому что цена очень хорошая и качественные они, эти призматики. Плюс он еще дает гарантию. То есть, у него вы можете купить и призматические аккумуляторы, и 2170 в большом количестве. Там цена, по-моему, около 200 рублей за один аккумулятор. То есть, если вы будете собирать 100 Ач, а 2170, ну, около 80-90 тысяч рублей. Там плюс-минус у вас уйдет. Ну, так я сейчас быстро в уме прикинул. Может, там ошибаюсь на плюс-минус 10 тысяч. Как бы я не хочу сейчас точными подсчетами заниматься. То есть, вот сюда я призматики поставлю, моторы тоже мне сейчас придут другие, тяговитые, более крутые. И будем уже эксперимент ставить на 60 вольтах. То есть, я к этому времени, наверное, куплю себе экшн-камеру нормальную. И будем записывать ролики с ездой на этом самокате с 60-ти вольтовой батареей от первого лица. Так, что хочу еще интересно сказать про свой скутер, самокат. Не знаю, как сказать, помимо того, что у него подсветка есть. Довольно-таки неплохое освещение. Музыка тут неплохая стоит. То есть, вот так она включается. А, нет, выключится. А, включается вот так. Это выключил я до этого. Она у меня уже была включена. То есть, все довольно-таки удобно. Ручка газа у меня стоит вот тут на руле. Я люблю именно вот такой классический вариант. По поводу зеркал, они от Хонды тут. То есть, я сделал такой вынос небольшой. И когда ты едешь, все видно, что сзади тебя творится без каких-либо проблем. Давайте я вам сейчас сделаю пробный заезд такой небольшой. Сейчас планшет только положу в сумку. Кстати, у меня музыка и фары работают отдельно от самоката. Ну, как вам сказать. То есть, ключом я включаю только зажигание, бортовой компьютер. А фары, как бы и сама музыка, это может отдельно работать. Ну, в плане того, что вам хотите, допустим, шашлыки сделать или еще что-то, да. И, как вам объяснить. Тут очень грязно, надо как-то аккуратно развернуться. Я просто в яму не хочу въехать, а то провалюсь еще. Вот. То есть, это может быть полезно, если вы реально хотите сделать какие-нибудь шашлычки и так далее. Боитесь отойти от самоката. А так, получается, музыка у вас играть будет. И все будет играть, да. Все будет функционировать. И никто его, как бы, не угонит. Наши ключи в нем не будет. Ну, это вот у меня такая была хотелка. Вот сейчас я еду почти по лютому дерьмищу. Вот тут я вижу прям типа болотца. Такое, водичка прям. Ну, вот, пожалуйста, он едет вполне нормально. Кстати, мой прошлый, хоть у него резина была... И вроде бы как оффроуд, а не так, как тут. Тут ехал хуже. То есть, или контроллер, или что-то не давали ему нормально ехать. И он тут буксовал, блин. Даже когда было сухо. А сейчас смотрите, какая штукенция. У нас получается грязь, вода, туман. Я не знаю, но это видно, я думаю, на камеру. То есть, вот тут жидкая такая земля, вязкая. И он нормально на ней едет. В общем, ребят, если кому-то такой самокат нужен, на заказ, в принципе, могу сделать. Давайте так. Батарею, если хотите 150 Ач, то это 500 тысяч рублей. Если хотите, допустим, 120 Ач, то 450 тысяч рублей. Беньше, как бы, ну я не возьмусь просто сковыряться, потому что у меня, как бы, нету времени свободного, чтобы этим заниматься. Себестоимость, если кому интересно, сейчас кто-нибудь говорит, дорого, дорого. Ребята, у него себестоимость 300 тысяч рублей. Это вот детали, 300 тысяч. Один аккумулятор, вот 150 Ач собирать, это БМС хороший, который будет с телефона управляться и так далее. 15 тысяч стоит. Нормально, не говно никакое, Ант ваш БМС. Ант БМС это херня. А нормальная БМС, более крутая, более фирменная. К примеру, тот же самый Delic на 250, на 300 Ампер фазного тока, ну он уже около, там, 14-15 тысяч, если не больше. И он куда более качественный, чем Ант. Аккумулятор вот этот набирать призматиками, это тоже больше 100 тысяч. Тысяча, по-моему, на 120 будет идти. То есть, контроллер, то есть, БМС, аккумулятор, ячейки, то есть, это 135-140 тысяч рублей. Это себестоимость одного аккумулятора. Ну и, грубо говоря, на 160 тысяч, это вот рама 50 тысяч, потом нужен донор, чтобы взять от него переднюю вилку, там, кое-какие элементы, рычаги там отдельно покупать, туда и сюда. То есть, даже получается себестоимость больше, как бы немножко 300 тысяч, но около того. Если я буду брать за 120 Ампер часов 450 тысяч, а за 150 Ампер часов 500 тысяч рублей, то я где-то 1100, в принципе, с одного самоката наварю. То есть, вы должны понимать, что для такого самоката это недорого. Сейчас Dualtron X 400 тысяч стоит, а он меньше моего самоката, который я собрал, меньше. И в той вариации, которую я соберу, с аккумулятором, вот этим 150 Ампер часов 60 Ампер, именно с тяговитыми моторами, он для езды вот тут, в лесу, будет интереснее. Знаете, почему? Аккумулятор будет в три раза больше, чем в Dualtron X. В три, блин, раза. Тяговитость будет больше за счет обмотки моторов. И на таком самокате вы сможете тут, я не знаю, ну, обкатать весь лес. Я не знаю, съездить в какой-нибудь другой город 150 километров в одну сторону, 150 километров в обратную сторону. То есть, я не знаю, километров 300-350 он проедет с батареей 150 Ампер часов. Поэтому пока 450 тысяч за версию 120 Ампер часов и 500 тысяч рублей за версию 150 Ампер часов. В общем, как понимаете, все авансом, ожидание где-то полгода. То есть, рама будет в Питере делаться, рычаги будут Димонис тоже делать. Ну, и так как вот этот соберем. Единственное, с чего, следующая версия, которая будет идти, опять же, я хочу взять в качестве донора, может быть, даже S13 у Павла Бивулева, спецаваж. И смысл в том, что я хочу вот эту рулевую стойку оттуда взять. Там очень интересно, опять же, контроллер размещается туда, вот эту деку самодельную мою поставить, рычаги другие. Потому что там рычаги мне не нравятся, они стальные. Я хочу такие, как SD16T. Ну и подвеску хочу вот такую ставить, как бы, с тремя амортами. Мне она больше импонирует. Можно даже с четырьмя поставить. К примеру, не один на три тысячи ЛБС с отскоком, а, например, два по 1200 ЛБС взять. И, опять же, два вот этих по бокам дополнительных. По сути, то же самое выйдет. То есть, по сжатию-разжатию. Я не знаю, вариант, мне кажется, неплохой, с музыкой совсем. В общем, еще обращайтесь. Вот. А тесты будут уже весной с аккумулятором 60 вольт. Как он будет ездить, все посмотрит. Но это уже зверь машины будет. То есть, говидными моторами он будет лететь по полной программе. Кстати, если собирать не 150 Ач, а 120 Ач, то можно батареи не S16 собрать, в принципе. А даже S18, S20 какой-нибудь там. Ну, больше ячейк влезет. Айпераж будет ниже. А вольтаж, наверное, даже можно будет поднять до 70, там 7 вольт. То есть, пободрее он будет ездить. Потому что место останется для этих, для ячеек. И можно будет их вдали больше поставить. Там, смотрите, получается так. Либо по ширине, если вот так стоит, 2 влезает. Но тогда очень много от стенок расстояния остается и пропадает пространство. Поэтому их вот так лучше поставить. Там у нас ширина 40 сантиметров. И мы можем очень много призматиков в один ряд поставить. И вот так, без каких-либо проблем, можно поставить несколько рядов этих призматиков. И сделать очень большой объем. По поводу, кто меня смотрит, это обычный мой зритель. Наверное, для вас такое видео немножко нестандартное. Про компьютер ролики скоро опять появятся. Ждите. Сейчас будут новые сборки, обзоры платы и так далее. Так, у меня еще не разрядился рекордер. Нет. Я все на него поглядываю. Там одна палочка осталась. Я все боюсь, что еще чуть-чуть, чуть-чуть, и у меня уже звук вырубится. В общем, ладно, ребята. Еще раз спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч. Пока всем. Не пропадайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok